Медалистов Нинецкого округа поздравили на главной площади города. В День молодежи на Маратсей состоялась церемония награждения выпускников, закончивших школу с одними пятерками. Их лично поздравил губернатор округа Игорь Кошин и вручил заслуженные награды. Теперь впереди у медалистов вступительная кампания и получение профессии. Спокойные и эмоционально сдержанные. Они долго шли к заветной мечте, и она сбылась. Сегодня им вручают золотые медали и аттестат с отличием. Случайных счастливчиков здесь нет. Все заработали красный аттестат ежедневным трудом. Юлия Калиниченко, обладательница стопалов по русскому языку, говорит, даже врожденное чутье языка можно потерять, если не заниматься. Очень усердно занималась, как и все многие мои одноклассники, факультативные занятия и на уроках. И благодаря моей учительнице Ольге Викторовне Калашниковой удалось достичь такого результата, подготовки постоянно. Юлия планирует поступить в медицинский университет и продолжить семейную традицию уже в третьем поколении. Врач – одна из востребованных профессий в округе, поэтому без работы молодой специалист не останется. О кадровой политике в регионе и необходимости взвешенно выбирать профессию на встрече с выпускниками, говорил глава региона. «Сегодня от вас зависит, какое вы получите дальше образование, как вы можете свои знания применять уже на практике. То есть сегодня вы выстраиваете свою жизнь. Поэтому надо к выбору так очень осознанно подходить. Ну, безусловно, конечно, родители всегда это подскажут». Выбор профессии, по сути, начинается с выбора профиля. В школах города с 10 класса ученики выбирают предметы, которые будут изучать углублённо – физику, химию, общество знания, английский язык, историю и другие. Данил Кисляков после обучения в физико-математическом классе будет подавать документы в Московский физико-технический институт. «Книги читал, и они навели меня на определённые мысли, что больше всего пользы я смогу принести, будучи программистом». Мама сына поддерживает и помогает во всех начинаниях. «Все дети талантливы, все дети могут, и главное не задавить их, и поддерживать, конечно, всегда. Все дети могут учиться, и учиться хорошо, и заниматься чем-то интересным. Да, и обязательно нужно, чтобы ребёнок кроме учёбы чем-то ещё занимался. Спорт или танцы, музыка, чем угодно, но он не должен сидеть просто дома». Марина Петрова, золотой медалист из посёлка Красное, выбирала будущую профессию по душе. Уже много лет она участница олимпиад и конкурсов по английскому языку. Любит петь и читать стихи. С таким багажом знаний и навыков думает поступить на факультет лингвистики. И родители её тоже поддерживают. «Если она действительно это выбрала, если у неё будет получаться, почему нет? Конечно же, если что-то будет не так, мы, конечно, постараемся ей подсказать, и направить туда, куда мы увидим. Я думаю, что она у нас справится». В этом году с красным аттестатом закончили школу 14 человек. Это выпускники школ Наринмара, посёлка Искателей, Красного, Харуты и Омы. Некоторые из них подтвердили свои знания, набрав максимальное количество баллов на едином госэкзамене. По словам стобальников, никаких секретов в их подготовке нет. Для успешной сдачи ЕГЭ необходимо хорошо знать тот или иной предмет. А для этого надо заниматься на протяжении всего обучения в школе. Валентина Чибичек, Леонид Шушилов, Телеканал «Север». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова